Очень короткий блог получается, в который надо вместить очень много информации, интересной о деньгах, ради чего, собственно говоря, вы и работаете, да-да, все ваши оптимизации, продвижение вашего бизнеса, интернет-магазина, верхние строчки, корзины, формирование, всего этого не будет материализовано, если у вас не будет нормально организована оплата. Поэтому тема моего выступления, собственно говоря, так и звучит, как организовать дистанционную оплату в интернет-магазине. И, собственно говоря, начну я со следующего. Клиент ваш оформил заказ, вам надо с ним рассчитаться, каким удобным образом не для вас, а для клиента это можно осуществить. Понятно, что на рынке всем известный способ расчетов наличными деньгами из рук руки, скорее это исключение из практики e-commerce, когда на западе, привет, Швеция, 3% наличного оборота всего лишь, а все остальное карточками. У нас наоборот, там дальше будут слайды, мы с вами посмотрим, проговорим про это. То есть основной момент, да, удобство для клиента. Чем ваш клиент, в принципе, из существующих средств оплаты на финансовом рынке нашим может воспользоваться? Он, конечно, может воспользоваться наличными деньгами, он может воспользоваться пластиковыми банковскими карточками, он может воспользоваться электронными деньгами. Так вот, ваш кошелек бизнеса, как вот не дотрагиваясь до тех же наличных карточек и электронных денег, да, положить все эти средства платежа вам в кошелек? Понятно, что вы можете по отдельности заключать договора с кучей банков на электронные деньги, на прием платежей карточек, но решение уже готовое, создано, оно существует с 2008 года и, в принципе, известно уже под брендом система расчет, кто-то называет ERIP, единое расчетное информационное пространство, которое, собственно говоря, позволяет вам реализовать вот все это, что называется, в одном флаконе. Национальный банк, что такое вообще система расчет? Национальный банк под своей гидой собрал 28 коммерческих банков, которые обладают своей сетью уже приема платежей, начиная от КАЗ, заканчивая там интернет-банкингом, инфокировками, да, банкоматами. И вам, собственно говоря, дается такой инструмент, использовав который, вы можете одним договором с Национальным банком, с системой расчет ERIP, организовать прием платежей наличных денег, карточек, электронных денег. Вот смотрите, значит, для привычных наличных денег, если человек хочет рассчитаться, живя в каком-нибудь Мозоре с вашим интернет-магазином, он, собственно говоря, может пойти в кассу того же Мозорского Беларусьбанка или любого другого коммерческого, кто в Мозоре представлен, и свои наличные отдать, собственно говоря, в кассу банка, оплатив таким образом ваш заказ. Для пластиковых карточек это могут быть инфокиоски, банкоматы, в них, конечно, надо идти, когда мы говорим про удобство в интернет-торговле, то, в принципе, человек может, не отходя от своего компьютера, зайти в интернет-банкинг того банка, который имитировал его карточку, и эту оплату точно так же совершить. Ну и электронные деньги в WebMoney EasyPay, в принципе, имитентом EasyPay является Белгазпромбанк, который, в свою очередь, входит в систему расчет и позволяет вашему клиенту тоже воспользоваться оплатой через кошелек EasyPay. Ну а WebMoney – это технобанк, с которым, в принципе, не надо заключать прямого договора, не надо открывать электронный кошелек, проходить там лицензирование, или как это правильно в WebMoney называется, аттестат получать, который там стоит тоже каких-то денег и ложится дополнительными затратами на ваш бизнес. Ерип это позволит сделать достаточно легко. Что хочу сказать, то есть один договор с национальным банком решает проблему приема дистанционных платежей по всей Республике Беларусь. То есть вы не заморачиваетесь на то, чтобы в отдельности совершать какие-то кучи действий с отдельными банками, и проводить у себя настройки отдельных систем, потому что, в принципе, каждая платежная система требует своей какой-то технической интеграции. В данном случае, имея Ерип, вы получаете все эти возможности за раз. Соответственно, операционные издержки на ваш бизнес сокращаются, и в большей степени вы можете для своих покупателей предложить удобный функционал оплаты, удобные способы, воспользовавшись которыми они могут совершить оплату вашего заказа. Долго я вот, когда готовил доклад, искал статистику белорусского рынка, но, к сожалению, не знаю, не проводят у нас пока еще серьезных исследований. Пришлось воспользоваться опытом фонда общественного мнения российского, и то, к сожалению, апрель 12-го. Но, в принципе, смотрите, характерны очень цифры, которые мы с вами видим, что в сфере товаров, пока еще, скорее всего, это менталитет еще наших покупателей, наших людей. Наличные деньги превалируют. 35% только расчетов производится дистанционно. Ну и то там в зависимости уже от способов карточки, электронные деньги, какие-то смс. А вот в сфере услуг очень показательная. 75% это дистанционная оплата. Соответственно, если у вас нету организованного в магазине канала дистанционного приема платежей, вы потеряете в товарах 35% клиентов, ну а в услугах вы потеряете почти все. Важность вопроса настолько велика, что, наверное, активная часть, конечно, представителей e-commerce в Беларуси это понимает, и она находится здесь. Ну, другим, наверное, придется это понять, когда они бизнес закроют, или у них упадут выручки, и они будут думать, что же делать. Пытаюсь сжать я все очень коротко, чтобы была возможность нашего коллегу из Москвы послушать, еще ответить на ваши вопросы. Перейду сразу к констатации, к тому, насколько вам это будет выгодно, вот, словно говоря, раскладывая на пальцах, организация дистанционной оплаты у вас в интернет-магазине. Рост региональных продаж, здесь открывается вам сразу целый рынок, если вы находитесь в Минске, и раньше не могли, если у вас в магазине был организован наличный прием платежей через курьера из рук руки, бабушкин метод, да, вы не могли задействовать региональные продажи. Здесь вам все равно, ну, учитывая, конечно, мы не Россия, масштаб Беларуси позволяет это сделать, вы в самую отдаленную точку, не знаю, Верхний Двинск, почему-то вспомнилось. Можете, приняв оплату от вашего покупателя, организовать логистику, спасибо предыдущему оратору, да, и этот товар доставить. Очень показательно тоже нашел информацию в интернете по поводу Озона. Озон, наконец, 2012 года говорил о том, что у него региональные продажи превышают столичные, хотя два года назад у них было наоборот. Вот, я думаю, что потенциал нашего рынка в регионах для вас не менее важен, и, собственно говоря, использовать дистанционную оплату, вы можете взять на себя, да, тех клиентов, которые раньше не могли, при стандартном методе расчетов из рук руки, вы не могли раньше этих клиентов получить. Ну, понятно, рост выручки, это не только за счет региональных продаж. Это вот предыдущий слайд наглядно продемонстрировал, что вы можете, в принципе, взять тех клиентов, которые, ну, по разным причинам. У кого-то налички нет, но он хочет купить именно сейчас, да, кто-то привык рассчитываться там в интернете. У фрилансеров куча веб-мани лежит, они не знают, куда их пристроить. Тоже, пожалуйста, они готовы купить у вас, и рост выручки вот за счет такого категории клиентов будет вам обеспечен. Ну, понятно, что многие говорили, предыдущие ораторы, как запомнить, как вернуть к вам людей назад в ваш интернет-магазин, чтобы вас запомнили, в принципе, понимая, что у вас организована удобная система оплаты, люди будут более лояльно относиться к вашему интернет-магазину, да, возможно, где-то даже в закладках он у них появится. Ну, про конкурентные преимущества бизнеса тут даже, ну, без слов. То есть, если вы не сделаете это сами, то это сделает кто-то другой. И Герберт Уэллс, по-моему, сказал замечательные слова, человек опередивший свое время, да, в фантастических своих рассказах. Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Поэтому вот на этапе внедрения дистанционных платежей я желаю вам удачи. Очень коротко, действительно, да. Возможность, наверное, больше ответить на ваши вопросы, пускай у нас будет. Что потом я передал слово нашему московскому коллеге, который, в принципе, расскажет про интернет-эквайринг, без которого, ну, дистанционная оплата в интернет-магазине была бы неполной. То есть, тот мировой стандарт, который существует в мировом e-commerce, когда человек, зайдя к вам на сайт, не уходя с него, может сразу карточкой оплатить вам покупку. Ну, это уже Сергей Жерихин. Ко мне, пожалуйста, вопросы какие есть в зале. Вот, Александр, пожалуйста. Александр, подари байпад. Скажите, пожалуйста, вот при всем, при том, что наш нацбанк говорит о том, что нужно снижать наличку при расчете, о том, что нужно переставать нам печатать эти деньги и всем рассчитываться по безналу. Тем не менее, всем тем, кто пользуется e-Rip, ему это становится дороже, чем принять наличные деньги на 3%. Ну, то есть, я считаю то, что в этом есть определенное противоречие. То есть, все-таки вы за то, чтобы продвигать этот безнал или за то, чтобы брать с нас бедных предпринимателей за это мзду? Я за то, чтобы был у вас удобный сервис. Собственно говоря, за это мы отвечаем. За регулирование рынка и установку процентных ставок отвечает либо Анасбанк, хотя даже в этом случае не он. Платежи все равно принимают коммерческие банки. И поймите, вот вся аудитория, отвечая Александру, я говорю всем, что никто не будет работать в убыток. Ни вы, ни банк, ни наш сервис, ни любой другой сервис, который обеспечит интернет эквайринг. Такие ставки, я на них повлиять не могу. В данном случае вы должны. Понятно, что конкурировать с серыми торговцами вы не сможете, да? Но если мы говорим про нормальный белый рынок, то такие условия будут у всех. И в этом случае чего тут стянать? Вы знаете, это очень похоже на ситуацию, когда мы говорим о том, что магазин, который находится в торговом центре, он платит аренду, он платит первое, второе, третье, поэтому у него цена X. А вот интернет-магазин, он не платит то-то, 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 поэтому цена у него Y, и Y всегда дешевле, чем X. Здесь мы имеем точно так же использование государства, нацбанка без наличных денег гораздо дешевле, чем наличных. Но он не делает нам скидку, он делает нам наценку. Не могу отвечать за национальный банк по поводу наценки. Я так и не понял. Вы, рассчитывая там свой процент прибыли в продаваемом вам товаре или услуги, закладываете туда расходы, там, я не знаю, если у вас нет арендных площадей, ну какие-то расходы вы закладываете. Закладываете? Оффлайном на магазин он закладывает аренду, зарплату, все-все-все остальное. Интернет-магазин может туда заложить расходы банка? Или вы предлагаете за бесплатно банком принимать? Ну то есть я в данном случае, я как бы понимаю, что ваш негатив как-то на меня больше, да, но я не отвечаю за проценты. Понимаете? Я еще раз повторюсь, я… Нет, вопрос… Ну давайте уточните, потому что я в принципе Александра понял так, что я должен отвечать за то, что нацбанк берет 3% с вас. Отлично. То есть вы за то, чтобы у нас было 100% налички, бумажки, привет Швеции, да, мы уникальные. Была у меня фотография там, ну ладно, я не вижу. Негритенок, когда держал такую пачку бумаг, очень интересная, кстати, да, шоу-магазин рассчитываться. Давайте по существу, коллеги, если можно. Дмитрий, портмастер. Вопрос… Не вижу, не вижу. О, все, да. Вопрос вот какого плана. Мы говорим про удаленность, про развитие оригинальных продаж в случае подключения там, скажем так, онлайн-платежей. Как будет с возвратами? То есть возврат, допустим, покупки, понятно, да, возврат денег через РИП, это просто как бы… Возврат денег через РИП. Приезжайте к нам, забирайте наличку. Возврат денег через РИП невозможен однозначно, потому что такая позиция, такой вообще сам протокол работы в РИПе, да. Но, посмотрите, зачем приезжать? Опять же, вот мы говорили про наличку, если у вас останется только наличные расчеты, приезжайте, забирайте. А что мешает вашему клиенту, находящемуся в Мозере, открыть текущий расчетный счет физического лица, а вы на него перечислите возврат денег? Да где же тут онлайн? Нет, подождите, секундочку, подождите. Но он же вам предъявляет претензии будет по поводу возврата товара? То есть он каким-то образом это озвучит? Каким-то образом вам в рамках закона защиты прав потребителей надо этот вопрос решить? Вы меня спрашиваете про возврат. Я сказал, как его можно осуществить. То есть, ну, другого варианта нет, и вы об этом не думаете, вы никогда не наступите. Нет, почему? Вот коллега из Москвы вам скажет, как можно вернуть деньги на карточку, но тоже с определенными ограничениями. Коллега из Москвы, да, я знаю, что он расскажет, в принципе, мы это знаем и используем, когда возникает вопрос выбора между либо той, либо той системой оплаты, да, как бы если есть возможность, вероятность возврата, мы используем как раз-таки вот ту систему, которую будет рассказывать ваш коллега, да, ну не вашу. Хотелось бы чего-то своего, белорусского больше, да, наверное. Мне нравится, что участник… Все-таки хотелось бы, наверное, чтобы Юрий подумал о том, как можно сделать так, чтобы онлайн стал 100%, коль мы вам за это платим. Я могу передать ваше мнение в Национальный банк, хотя я не Национальный банк. Мы так и сделаем. Спасибо. Спасибо большое Андрею.